Слава Украине! Привет всем от Полуанского! Помните историю с расистками, женами этих кондропупленных чмобиков, кажется? Да, чмобики это были. Которым раздали шубы, показали, как они дороги государству российскому, а когда камеру убрали, то эти самые шубы у них у всех позабирали. У всех, по-моему, кроме одной, одна там успела сбежать, я не знаю, нашли ее потом или нет. Вот она, по-моему, эту шубу умыкнула. А самое смешное, что шубы им пытались раздать, если вы помните, ворованные. Ворованные, да, они украдены были в меховом салоне в Херсоне. А потом, значит, российское государство эти шубы решило ворованные, ну, вы же понимаете, о чем идет речь, когда идет речь о России, подарить вот этим вот чмобичкам, чмобичихам, чмобичуньям. Да, ну, а потом забрало. Все как бывает всегда на России. Так я не про тот случай рассказываю. Сейчас вот, да, логичный случай произошел в Белгородской Народной Республике. Есть там город такой, который они все называют почему-то Шмякино. Ну, так, по крайней мере, говорят их пропагандоны. На самом деле, он там вроде бы, как называется, Шебекино. И там тоже, значит, ну, там такая ситуация. Там два дня РДК, потом расисты, потом Легион, потом опять расисты. И вот там чехрадак какая-то, то одни, то другие, то третьи. Бардак, короче говоря. И вот расисты, значит, привезли туда гуманитарную помощь. Гуманитарную помощь, значит, Шмякино-Шебекино. Это, значит, по всем центральным телеканалам. Вот Россия, Раисия в Перде. Никого мы, значит, не оставляем без внимания, никого без помощи не оставим. Привезли фуры. Эти фуры, значит, сняли. Довольные физиономии вот этих вот Шмякинцев тоже сняли. Они, значит, стоят там уже ждут. Ну, вот же, давайте нам гуманитарку. Вот мы, вот наша поза, вот наши рты. Хотим, значит, кушать. Окей. Значит, закончилась съемка. Эти, значит, к фурам. А фуры закрыты. Короче говоря, водители сели в фуры, завели две шки и уехали. Вот в этом, как говорится, вся Россия. А вы говорите, шубы, шубы.